Пико 25 и БакЭлла Стартовый комплект от компании Лиф сегодня в обзоре на канале Поехали на стол разбираться, а я вас приветствую В конце поговорим о профите iStick Pico 25 Kit Зеленая коробочка Указано, что это модель Дисплей 25 мм 2 Ампера, быстрая зарядка Компактный, мощный Сзади у нас есть комплектация данного устройства Указан цвет Full Black И возможность проверки на оригинальность На сайте производителя Внутри нас ждет Full Black Запасное стекло Большего объема На 4 мл жидкости И Удлинитель для стекла Дриптип Такой, другой Ринги И запасной еще Испаритель На две спирали USB кабель И инструкция Инструкция Также идет на русском языке Тут даже две инструкции Одна из которых идет на сам бачок А одна инструкция идет на мод Все здесь на русском языке Если что-то непонятно Всегда можно разобраться Тем более это стартовый Такой набор Может быть Для начинающего Или для продолжающего Хороший вариант Бак имеет объем Либо 2, либо 4 мл Как вы видели Там есть запасное стекло Которое вот рассчитано На 4 мл И удлинитель Имеет верхнюю заправку Имеет сменную Испарительную систему Похожую на Smoke Vaporesa И либо Joint Tach Procore Так, вот у нас верхняя заправка Тут ничего с ним отнимаем Просто открываете Защелки Подобная система Используется также В комплектах Таких китах I-Just Next Gen То есть в принципе Бак похожий Диаметр бака 24,5 мм Также в принципе Должна подойти RBA база ATF Точнее она 100% Подойдет И ATF 8 Baby И стекло ATF 8 Big Baby Для RBA И вы можете Использовать этот бак С системой RBA Ну это Необходимо приобретать Отдельно RBA это система Которая не сменные Испарители А там устанавливаются Койлы Вы меняете там Вату Ну обслуживаемая система Будем говорить так По баку В принципе все Также имеют Два дриптипа Размер у нас Размер у нас Размер у нас Сейчас посмотрим Какой у нас размер Ну здесь 810 Видимо На рингах У меня тут На рингах нет Но если эти Зайдут А нет Тут какой-то Свой размер Дриптипов Да Тут свой Какой-то размер И 810 Не подходит Эти подходят Эти не подходят Ну да ладно В принципе Второй комплект Есть Я не думаю Что тут будет Кто-то Извращаться Покупать Дриптипов На этот бак Этот формат Стартовый И Начинающих Я не думаю Что тут Будет Какие-то Глубокие Продления Систем Так Сам Мод рассчитан На одну батарейку 18650 Имеет 85 Ватт Мощности Работает От 0.1 Ома До 3 Ом В режиме Термоконтроля От 0.05 Ома Также Он Может Усполняться В различных Цветах Этот Кит Скажем Может быть Красно-белым Или Красно-черным Белый Черный Ну Черный Это Вариант Внутренней части Это Пластиковая Часть Она Несменно Черная Везде В стальном Черном Ну Вот этот Вариант Полностью Full Black Так Что еще Здесь Может быть По режимам Самого Боксмода Вариват Байпас Термоконтроль Для никеля Титана Нержавейки Т3 Предустановленных Режим ТСР По размерам 25 Сантиметров Ширину 48 Ой Сантиметра 25 Миллиметров Ширину 48 Миллиметров Длину И 70 С половиной Миллиметров Высоту Весь Самого Боксмода 97 Грамм Такой Легкий Компактный Может Приять на себя Зарядку 2 Амперную На батарею Через Спорт USB Также Может Меняться Прошивка Там Вставлять Лого Но Это Уже Все Такое К работе Особо Не Относится Давайте Сюда Сейчас Что-то Зальем Смочим Испаритель И Так Сказать Запустим Его Поставим Батарейку Я Смачиваю Сам Испаритель Внутри Чтобы У нас Он Был Так Сказать Мокрый И Вы Не Спалили В инструкции Также Указан На этот Момент Обязательно Прочтите Перед эксплуатацией Даже Если Вы Посмотрели Видео Если Вы Это Делаете Впервые Обязательно Лучше Прочтите Следующий Момент Испарители Испарители Подходят От Смок Подходят В принципе От Вапореса В данную Систему Вы Можете Использовать Их Либо Другие Варианты Из Этого Же Формата То есть Эти Испарители Доступные Они Есть Практически Всегда В наличии Они Популярные Поэтому Я Не думаю Что У нас Возникнут Какие-то Проблемы Я думаю Они будут И дальше Производиться Так как Компания Смок В принципе На них Только И живет Если Честно Так Ну В принципе Мы Все Смочили Заправка Вот Мне Действительно Здесь Очень Нравится Вот Самая Такая Самых Удобных Единственное Что Немножко Под углом Ставите Это Все Дело И Все Снизу У нас Подача Воздуха Это Уже Регулируете В зависимости От того Какая Тяга Вам Больше Понравится Но Об этом Я Расскажу Больше В профите Сейчас Устанавливаю Сюда Аккумулятор И покажу Какие-то Базовые Функции Так Аккумулятор Ставится Плюсом Вниз У вас Указано Это Все Дело Установили Сверху И Закручиваете Также В принципе У меня есть Обзор Только На Мод Я Не буду Тут Сейчас Далеко Впадать В какие-то Режимы И так Далее Можете Посмотреть Его Достаточно Популярно Все Объясняется По Меню Так Базовое Включение Выключение У нас Пятикратным Нажатием Вот У нас Порт USB Кнопки Управления Плюс Минус Отверстие Для Вывода Газов И Кнопка Fire Три раза Нажимаете Переходите В режим Переключения Функции Изначально Стоит У вас Вариват Есть Байпас Есть Термоконтроль Для никеля Титана Нержавейки Три режима Предустановленных Для Ситер И Ваттаж Все По большому Чету У вас Больше Такого Ничего Нет Что Вы еще Можете Сделать Здесь Это Вот Изменить Последнее Значение То есть Можете Либо Сделать Затяжку В секундах Либо же Амперы Либо же Количество Затяжек Которые Вы делаете Для меня Амперы Важнее Ну и Собственно Сопротивление 0.22 Ом Вольт Подаваться Будет 4.32 Что-то У нас Батаревик Ой Это 85 Ватт Ничего себе Куда же Так много Все Вот 0.22 Ом 3.18 Вольт Будет Подаваться На Испарительную Камеру Ну и Когда нажимаете Показывает Сколько Ампер Подается Также На Испарительную Камеру В принципе Все По этому Моменту А остальное Расскажу В профите Пика 25 Что касается Внешнего Вида Сборки И так далее Ну Есть обзор На канале По поводу Пика 25 Конкретно Мода Я там Более подробно Что-то Рассказал Поэтому В принципе Если будем Касаться Мода То здесь Все отлично Работает Проверена Данная Оплата Уже Достаточно Давно И Ну Скажем Цена Качество Этого Кита В принципе Оптимально Хотя Сейчас Достаточно Много Подобных Девайсов Той же Самой Ценовой Категории Поэтому Тут особо Не поразгуляюсь Если вам Нравится Такой Форм Фактор Такая Посадка В руке Такой Размер То Пика 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 Заслужил своих Любимцев Много Других Компаний Пошли В то же Самое Направление Касательно Дизайна Есть И Такие Моды От Айджоя От Смока От Вапореса Поэтому В принципе Можете Даже Повыбирать Но В данном Случае Бак Стал Намного Лучше По сравнению С пика 22 На 75 Ватт И Ему Я В данном Случае Уделю Значительно Больше Внимания Потому Что Мод В принципе Мод Какой бы Мод Не поставили В ките Он Будет В принципе Работать Как-то Нормально А вот Бак Это Такая Часть Которая Передает Вкус И Она Важна В принципе Для Вейпа И С чего Вы Стартанете Вам Это Понравится В дальнейшем И Мы Поговорим О Испырительной Системе Данная Испырительная Система Как я Уже Говорил С Лямзи Ноусмока Или Купли Ноусмока Я Не знаю Она Работает Хорошо У нее Есть Пустовая Передача Хотя Тут Вертикальной Спирали Она Лучше Чем А Джаст С Подобных Систем Это От Аспайра Либо У Мэл Три Ну То Есть В принципе Таких Баков На Старой Системе Их Очень Много И Различных Компаний Но Она Лучше Здесь Она Лучше Передает Вкус Здесь Больше Такое Проходное Отверстие Для Воздуха Именно Допустим В этом Варианте Либо В каких Либо Других Испарителях Но Помимо Этого Здесь Еще И Пара Больше Для Вертикалок Просто Все Замечательно Вот В принципе Я бы Даже Рекомендовал Использовать Вот HV Первый Те Испарители Которые Были Установлены Мною Как По Мне Самые Оптимальные Если У вас Испаритель На Две Спиральки Идет Там Немножко Просто Более Тугая Тяга А Суть Одна И Та Что Мне Еще Понравилось В этом Баке Понравилась Очень Заправка Она Очень Удобная Очень Простая Данная Заправка Также Присутствует На Ксгене Плюс У вас Есть Дрип Типчик Еще Один Который Вы Можете Установить Вместо Этого Побольше Почувствовать Что Такое В полном Объеме Как На Дрипке Можете Установить Больший Объем Также Здесь Можно Установить Рубобазу От Компании Смок От Бачка Приобрести Ее Отдельно И Дополнительно Купить Стекло От ТФ-8 Биг Бэби Эти Ссылки Будут Внизу Под Видео Я Их Размещу Там Можете Посмотреть На Данный Товар Что Вам Дает Собственная РБА Ну Экономия Потому Что Обслуживаем Базы В любом Случа Дешевле Чем Сменный Испаритель Если Вас Устраивают С головой Сменные Испарители То Не Вопрос Пользуйтесь Сменными Испарителями Они Тоже В принципе Нормально Передают Вкус Мощность Зачастую Новички Не понимают Насколько Какую Мощность Необходимо Выставить При том Сопротивлении Вообще В первую Часть Вы определяете По вашему Комфортному Состоянию Парения Если Вы Курите Или Продолжаете Курить Или Еще Не бросили Курить И пытаетесь Совместить Одно С другим Зачастую Возникает Кашель Чтобы Избежать Этого То Используйте Чуть Чуть Меньше Мощность Чем Хотелось Бы Для чего Чтобы Пара Вы получали Меньше Чуть Чуть Меньше Пара Будет И Соответственно Вряд Либо Будете Кашлять Именно Гибридного Поведения Между Сигаретами И Вейпом Поэтому Надо Что-то Все-таки В итоге Выбирать Одно Либо Отказываться От Обеих Тяга Конечно Будет Длиннее Но Они Нормально Работают Ну И Соответственно Если У вас Мало Мощности Короткая Тяга Вам Нужен Никотин То Полторушка Тут Будет Маловато То То Необходимо Тройка Для того Чтобы Вам Зарядиться Вместо Сигарет Хотя Б Для Ночек Потом Вы Можете Спокойно Переходить По Поводу Обдува Он Работает Нормально В том Плане Что Он Эффективный Если Вам Более Тугая Тяга Нужна Вы Можете Подкрутить Также В принципе Если Вы Используете Меньше Мощность То Обдув Тоже Помогает В плане Того Что Передает Больше Вкуса Концентрирован Сам Бар Получается Более Концентрирован Но Данные Оспарители Можно В принципе Гонять На 60 Ватт Вполне Спокойно Такая же Система Используется Помимо Того Что В смоке TF8 Baby Она Используется В Big Baby То есть В большом Смоке Ну Не в самом Большом Смоке Таком Среднем Используется И в принципе Бачок Очень Хороший И вообще Что касательно Бачков Особенно Клюромайзеров Очень Много С этого Там Ходит Вот этот Клюромайзер Лучше Клюромайзер Эта система И смены Испарителя Какой Бак Лучше Самое главное В кллюромайзерах Это Испаритель То есть Какой Испаритель Такой Бак Если у вас Испаритель Аспайровский То как бы Он не назывался Эйла Мэйла И так далее Не важно Аспайр Тритон Если там Будет Испаритель Вот Формата Аспайр Тритон К примеру Или Атлантис И не важно Какой-то Фирмы Вапореса Без разницы Это Элиф Либо Аж Все будет Одинаково То есть Вкусовая Передача Будет Плюс Минус Одинаково Качество Парения Будет Плюс Минус Одинаково Данная Система Я считаю Что самая Лучшая На данный Момент С точки Зрения Распространения Ее На рынке То есть Она доступна В плане Того Что у вас Всегда Есть Доступ К испарителям Это очень важно Потому что Далеко не все Компания Выпустила Бак Прошло Там Допустим Закончилось Производство Все Вы этих Испарителей Нигде Не купите А бак У вас Остался Поэтому Вот Эта система Доступна С точки Зрения Испарителей Она Вкусная Она Простая И Вы Сюда Можете Также Установить Рабобазу Вот Все Плюсы Добавляет Еще К данному Девайсу Либо К каким Либо Подобным Девайсам На две Батарейки На одну Батарейку Это Такой Стартовый Комплект Для начала Как раз Когда Вы можете Что-то Поюзать Понять За недорого И Интересно В принципе Все у меня Все хорошо Тогда Подписывайтесь На канал Ставьте лайки И переходите По ссылкам Под видео А я прощаюсь С вами Пока